Всем привет! Продолжаем знакомиться с интересными людьми, художниками Берта Моризоа. Французская художница, входившая в круг художников в Париже, ставших известными как импрессионист. Родилась богатой буржуазной семьи в Бурже. Префектом департамента Шер был ее отец Эдме Тиберсе Моризо. Она и ее старшая сестра стали художницами. Надо сказать, что ее семья не мешала ее карьере. Художница родилась и выросла с богатыми культурными традициями, к которым принадлежал в частности знаменитый мастер стилера Коко Фрагонар, чье искусство повлияло на многие поколения художников. В возрасте 20 лет Берта повстречалась со знаменитым ландшафтным живописцем Барбизонской школы Камилем Куро. Куро давал Берте и ее сестре Эдме частные уроки живописи и познакомил их с другими живописцами. Я цитирую Википедию. А 33-летняя Берта Моризо в 1874 году вышла замуж за брата Эдуарда Мане Эжена. И через 4 года в 1878 у них родилась дочь Жули. В 1874 году она впервые выставила свои работы на одной из самых престижных художественных выставок в Франции в Парижском салоне. Официальная ежегодная экспозиция Академии изящных иск Франции. Ее работы отбирались для участия в шести парижских салонах подряд, пока в 1874 году она не примкнула к группе отверженных импрессионист, созданной Сезаном Дегамоне, Моризо, Писсаро, Ренуаром и Теслеей, приняв участие в их первой экспозиции в студии фотографа Нодара. Картина Моризо отражает культурные ограничения 19 века для ее класса и пола. В основном она изображала то, что видела в повседневной жизни. Художница избегала городских уличных сцен и редко писала обнаженную натуру. Как и другая импрессионистка Мэри Кассат, Берта сосредоточилась на домашней жизни и портретах, что позволяло использовать в качестве модели друзей и родных, в том числе дочь Джули. Встречаются у нее работы с пейзажами, портреты, садовые постройки, сцены и катания на лодке. Тем не менее позже в своей карьере Моризо бралась и за более амбициозные темы и жанры, такие как Ню. Работы Моризо почти всегда невелики по размерам. Она работала масляными красками, акварелью, пастелью, выполняла наброски с использованием различных рисовальных средств. Она создает ощущение пространства и глубины благодаря использованию цвета. Хотя цветовая палитра художницы несколько ограничена, собратья импрессионисты называли ее виртуозом цвета. Как правило, она экспансивно использовала белый цвет, чистый или смешанный с других рас. В 1892 году состоялась ее первая персональная выставка. А через три года, в 1895 году, в возрасте 54 лет, Берта Моризо умерла от легочного заболевания. Похоронена на кладбище Пасси, рядом с мужем Эжен и его братом Эдуардом. Как справочка, в 2013 году Моризо стала самой дорогостоящей художницей. Ее картину после обеда продали на аукционе Кристи за почти 11 миллионов долларов. Ну вот примерно все, что мне удалось найти о Берте Моризоу, французской художнице, входившей в круг художников в Париже, ставших известными как импрессионист. Все, пока-пока, смотрим работы, до свидания.